друзья еще раз здравствуйте мария карпинская кухня марии карпинской вот уже приготовленный майонез саша его будет пробовать значит он дай ложечку саша чтобы показать он поставил в холодильнике буквально наверное ну час вот и вот уже смотрите он уже густой такой густой майонез можно еще загустеть а представляете я сейчас можно туда добавить чеснока и будет чесночный майонез ну это уже там кто на что гораздо можно вообще все что угодно добавлять зависит разные специи разные там ну вот очень хорошо чесночный мы потом будем практиковать вот и сейчас вот саша уже успела съесть кое-что и сейчас смотрите она берет хлеб черный вот такой бородинский на бородинский хлеб вот он вот и она вот окунает этот майонез получается очень вкусно что ну да саша ешь но мы не будем показывать вам как саша ест но она только скажет что ты чувствуешь саша можно отличить от майонеза которую магазине можно как-то этот майонез более легкий более легкий не такой противный вот тогда воздушный да а ведь что было мы ходили в магазины на самом деле заглядывались на пачки с майонезом как веганы нам же сложно очень да брать не брать брать не брать вот этот майонез и вот это мы не едим да и я для тех кто смотрит первый раз напомню то яйца то мы не едим из чего состоит этот майонез банка горошка зеленого газа зеленый горошек используется по назначению своему вот баночка зеленого горошка да вот она дальше куда-нибудь в салат а то что остается то что остается в кастрюльку слили туда положили чайную ложку сахара пол чайной ложки соли и чайную ложку горчицы горчицы плюс мы добавили куркумы немножко что-то еще давай базилик можно зиру добавить можно чуть-чуть перца мы добавили черного так и все это включили вот мы включили блендер он вот у нас блендер да да и в тот момент когда блендер работал понемножку подливали тоненькой струйкой подсолнечное масло но не так много но сколько надо столько подлили по чутью вот это все сбилось да и дальше и дальше лимон лимон выдавили сок лимонный и потом когда лимонный сок выдавили снова блендером смешали и получил и поставили в холодильник и получился майонез ну вот опытный может быть и отличит тот майонез от нашего но вообще-то вот летний майонез да там очень похоже но только вкуснее гораздо знаете вот мы не пробовали никогда мы первый раз делали с марией такой майонез и когда мы попробовали мы так вообще мы настолько удивились потому что это реальный майонез да реальный ну вот так же как мы молоко делаем из овсянки да и из пшеницы еще бы не делали из пророщенной вот тоже очень классно да в молоко из овсяна настаивается на воде потом проворачивается в вертушке да потом процеживается добавляешь муж ягод сахару немножко и просто пьешь велосипед на мажетель ну какой мажетель саш ну хватит название дурное придумывать самое простое молоко да просто человеческое молоко и причем она сделана из овсянки а вот эти может эль это все выпендривание я это не люблю я люблю простую русскую еду при этом веганскую вот ну и чего и вам советую потихоньку становиться веганами потому что в этом горохе когда он делается да ведь там белок а в яйце тоже белок вот мы используем то что надо и все ну вот такая красотища и саша с удовольствием ест и я тоже поела с удовольствием и вообще заправлять любые эти самые салаты можно пожалуйста нет проблем все с вами была мария карпинская александра гусева кухни изготовление веганского майонеза